Включил. Всем привет по кофейку, девочки и мальчики. В эфире канал грустного, неукуренного бреда имени меня. Почему грустного, неукуренного? Ну, потому что иногда встречаются каналы веселого, укуренного. Ну, все это веселье какое-то натянутое, притянутое за уши. Ребята, мой вам совет. Для того, чтобы канал был веселым и задорным, для этого не надо ничего курить. И употреблять. Это либо ваше состояние души, а все, что вымучено, и все, что искусственным путем, смотрится достаточно убого, скажу вам, кстати. Потому что я в этом немного разбираюсь. Разбираться и разбираюсь, но прирост на канале как-то не влияет. Поэтому делитесь моими видео со своими друзьями, подругами, родственниками, знакомыми. Ну, а если не хотите, то идите отсюда нафиг. Без подводок, без всяких конкретно. Значит, за что мы платим, когда мы покупаем в городе Ангарск Жадор Лер по цене не сбитого Боинга? А именно, я как-то раз нашла пробничек в Воге, как обычно там. Можно найти только что-нибудь настоящее. Я, значит, нашла пробничек, запал на этот Жадор Лер, потому что он был более такой интенсивный, более роковой, более трагический, чем обычный Жадор. У меня была надежда, что я не... Короче, значит, за что мы платим, покупая Жадор Лер в Литуаль? Короче, немножечко вникнув в парфюмерную тему, скажу вам по секрету. Я поняла, что духи в провинции, даже новинка, не могут стоить 8 тысяч в скидочный день, только потому что это новинка. Вообще, кто рисует эти цены? Я вообще отказываюсь это понимать. Давайте вообще ставить все точки нады, потому что уже какое-то вот это вот всеобщее сумасшествие из серии... О, это так пахнет! Всем рекомендую! Послушайте, понюхайте. Что? Послушайте, понюхайте. В мире есть несколько мест, где придумывают ароматы. Ароматы Том Форд не придумывает лично Том Форд. Там работает команда парфюмеров. Ароматы Герлен... Вполне возможно, что разрабатывают какие-то парфюмеры по заказу этого самого Герлен. Но львиная доля ароматов, свободных, красивых, она присутствует в таком местечке во Франции, которому более 400, наверное, лет истории насчитывает. Местечко называется Грасс Гаймар. С 1700, то ли 47-го, то ли 74-го. Могу ошибаться и справьте меня в комментариях. Кстати, я не могу вам отвечать по какой-то причине. Ютуб глючит. И я не могу писать ответы не потому, что я загордилась или зазналась, а потому, что я тупо пишу вам ответы. Там написано невозможно, неизвестная ошибка. Не могу отправить. Поэтому ищите меня в других социалках. Ссылочки я тоже оставлю себе внизу. На чем я закончила. Так вот, в этом самом Грассе производят ароматы. Кстати, Жадор придумали именно в Галимаре в Грассе. А никакой не автор там Кристиан Диор. То есть давайте уже снимем лапшу со своих прекрасных ушей. Давно пора это сделать, между прочим, было. Ну, я сейчас собиралась, собиралась. Я сейчас всего боялась, стеснялась. На самом деле вы платите просто тупо за известные буквы. Вы платите за то, что эти буквы известны вам и известны вашим друзьям. Как будет выглядеть блогер, который скажет, А мне нравится там парфюм, ромашка от фирмы, там, какашка. Но не в этом дело. Дело в том, что вы платите вот за эти словосочетания. Вы платите, вот, кстати, я здесь недавно рассматривала ВОК. Я вам показывала, как это все работает. Так вот, еще в седьмом, наверное, году в российском ЭЛИ реклама стоила порядка четверти миллиона, вот, одна полоса полноцветная. А когда вы листаете журнал, да, допустим, ЭЛЬ, и там вот восемь полос идет там та или иная модель, там, серия, да. Ну, считайте, соответственно, умножайте, за счет чего выходят вот эти красивые глянцевые журналы. Там нет ничего, чтобы не было рекламы из глянца. Правда, кто-то из блогеров, по-моему, Вика, Ковказыкэт, она как раз вот говорила, что, по-моему, только алюр какой-то, вот, он беспристрастный, особенно, когда пишет о косметике. А все остальные, нет, все, там нет вообще, там нет квадратного сантиметра не купленного в этих журналах. Поэтому, если вы видите телевизионную рекламу, если вы смотрите рекламу такую для глаз в журнале, если вы видите баннеры, если вы видите, я не знаю, Антонио Бандераса, всем людям за это, всем участвующим платятся миллионные гонорары. И благодаря режиссерам рекламы, благодаря вот этим замыслам таким, которые проникают в ваш мозг как-то вот вообще очень-очень такими большими, долгими и длинными, но очень четко просчитанными с точки зрения, какая социальная группа смотрит, какая у нее покупательная способность, а приобретет ли она это, когда появятся свободные деньги, то есть в этот момент все очень четко-четко-четко рассчитывается. Вот, если, допустим, платьишки Герлен, они рассчитаны больше на девочек, и там, собственно, куколки нарисованные рекламируют их. Если там аква, аллегория, больше из натуральных состоит компонентов, и, кстати, не очень стойких, насчет стойкости. Стойкость в парфюмах, которые не сделаны на маслах, на маслах у нас сделана практически вся нишевая парфюмерия, а все, что вот является промежуточным от ромашки, да, мы уже обсудили, какая фирма ее производит, до того, как начинается селектив, вот это вот среднее звено, это не более чем химические композиции, сделанные с участием формальдегидов. У меня есть подписчица, очень такая милая девушка, ник у нее Элика Ростко, девчонка такая, с лялечкой дома сидит, и вот она мне написала где-то недавно, что у нее от парфюма болит не только голова, но и сердце. Чем более стойкий парфюм, чем больше вы его наносите на кожу, тем больше яда, а именно формальдегидов, проникает через кожу в вашу кровь. Вот что касается... Да. Вот что касается вот каких-то полезных веществ, вот с этим в косметике напряженка. А то, что касается какого-нибудь яда или консервантов, которые способны накапливаться и потом разрушать наш организм изнутри, вот в этом плане у косметики вообще все очень хорошо. Ставьте лайк, если вам нравится. И пишите свое мнение под видео. Кстати, та информация, которую я сейчас доношу до вас, где знает любой блогер, любой, который на просторах Ютуба от силы там, ну не знаю, ну год точно, если он в этой теме, он прекрасно понимает, о чем я говорю. Я не отговариваю вас покупать косметику, я не отговариваю вас покупать парфюмерию, потому что оно это бессмысленно, на вас будут смотреть вот так, если вы не будете пользоваться дезодорантом. Но дезодоранты содержат алюминий и парабены. И они тоже так же, как и фарабены. Дезодоранты содержат алюминий и парабены. Алюминий тоже имеет способность накапливаться в нашем организме и тоже как бы разрушающе на него влиять. Вот. Значит, что я вам могу посоветовать? На тело, на кожу вы наносите только Э, Д, вот здесь я не пишу. О, Д, туалет. Туалетная вода с минимальной концентрацией формальдегидов. Это то, что можно наносить на кожу. О, Д, П, парфюмированная вода. Там идет большая концентрация формальдегидов. И, соответственно, это вы наносите на одежду, на шляпу, на шарф. И от вас будет шлейфить. Сумочка подойдет, от которой тоже будет шлейфить. Но парфюм и прочее, то есть чем более стойкая композиция, тем больше вероятность, что вот в эти ваши веночки, которые под кожей очень-очень близко, проникают в формальдегид. Любой парфюманьяк это знает. Это знает вообще любой человек, занимающийся химией. Я не парфюманьяк. Я не человек, занимающийся химией. Но я очень быстро прочихлила эту тему. Я надеюсь, была полезна вам эта информация. Всем всего хорошего. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok